Вот смотри, я сразу беру это существо за рога, но это, с моей точки зрения, предельно важно. Обрати внимание, вот сейчас, сделав из Карабаха такую симпатичную закуску для себя, главный турок очень демонстративно ковыряет в своих геополитических зубах и откровенно присматривает объект для новой турецкой победы. И, конечно, он видит в этом качестве главного кандидата, несомненно, Россию. Потому что та бутафорская роль Азербайджана в Карабахской войне, секрет Палишинеля, это перестало быть секретом, скрывать теперь особо нечего. И Эрдогану, про которого справедливо все понимают, что он стоит за всем, очень понравилось звездить в мире, а особым умом он, как все политики-то, в общем, не блещет. И он для себя выяснил, что даже маленькая военная победа гораздо вкуснее членства в НАТО и соблюдения правил. И даже если сейчас шокированные европейцы его из НАТО попрут за наглость и средневековую кровожадность, потому что он будет показывать это и дальше, то он особо не опечалится. Он этот НАТОвский тоскливый фуршет с сухариками легко покинет ради какой-нибудь отбивной, которую можно сделать из Крыма. Да, мы сейчас в эту... Александр Глебович, простите, а почему все-таки вы считаете, что именно Россия самый главный, как сказать, самый главный спарринг-партнер для него? Сейчас я это объясню. Я просто отмечу, что, например, сегодня стало известно, что Сенат Франции проголосовал подавляющим большинством голосов за признание Арцаха. Это, в общем, такое, достаточно, я бы сказала, серьезное заявление. Это абсолютная дробина турецкому слону. И, более того, его вообще не интересует Франция, потому что ему негде с ней сражаться. И особо-то незачем. Вот Эрдогана с его поиском войны, с его жаждой войны очень можно понять, потому что мирный путь для Турции, он пройден до кольца и закольцован. Там абсолютный тупик, там все так и будет вращаться на среднепримитивном уровне провинциальной страны, которая всем человечеством рассматривается как большой пляжный вежак и скопище прохиндеев с усами. И это, в общем, абсолютно справедливо. Да, эти прохиндеи способны сексуально обслужить несколько миллионов туристок, но таким образом их правителя занесут совсем не в ту летопись, в которой бы он хотел оказаться. И он явно намерен снять этих своих юнычар с Лен и Марин и направить их щекотать, по крайней мере, крупную и достойную цель Етогана. Потому что он тоже патриот, Ердоган, и он благо своей страны ставит превыше благо всего остального мира. Потому что ведь не бывает так патриотизма, просто чтобы пилоточку одеть и походить бессмертным полком, или попалить вечный газ на мемориалах. Это очень агрессивная штука, которая рано или поздно, патриотизм, которая рано или поздно приобретает все равно форму агрессии. Просто так патриотизмов не бывает. Всегда возникает зуд реализовать то чувство превосходства, к которому он приговаривает его носителей. Простите, а разве у Турции в Сирии все задачи решены и там все хорошо? А там незаметная, неэффектная, уже приевшаяся война. Это их разборки с курдами, которые длятся на протяжении 300 лет. Это не тот противник, падение которого будет замечено всем миром. Понятно, что у Турции нет ни единой возможности ни в технологию, ни в науку, ни в какую-нибудь идеальную социалку швейцарского типа проникнуть и звездануть на весь мир. Они всегда будут такой трущобистой, второсортной, праздной страной, в которой дофига лишнего... Кстати, медицина там, во всяком случае, для уловников Устраковской вполне себе ничего. Она, скажем так, европейская, средненькая, пользовательская медицина. Но это опять-таки тот же самый заколдованный круг, где развития быть не может и дофига лишнего народа. А Карабахов только что показал, что жизни этих лишних вполне можно себе потратить на закупку очень дешевого нынче национального величия. То есть Эрдоган явно присматривает себе жертву большую, эффектную и очень уязвимую. И лучше России на эту роль не подходит никто. Даже Кипр? Конечно. Это тоже мелочевка по сравнению с Турецкой империей, которая вот сейчас показала, что она бы хотела о себе заявить как о сверхдержаве. И если на Россию смотреть холодно, глазами незатуманенными патриотизмом, то она видится рахитом с огромными кулаками. И каждый кулак в три или в четыре раза больше, чем голова. Кулаки, да, растут, но и рахит прогрессирует. И еще сверху этот рахит прикрыт куполом на бекрень, что придает всему этому абсолютно комический вид. Причем рахит уже прогрессирует настолько, что даже этих огромных кулаков это маленькое существо поднять не сможет. Потому что ведь всяким холодным наблюдателям понятно, что означает трагедия и космоса, и медицины, и надеяться на то, что какие-нибудь подлецы аналитики с Востока не замечают там. На 90 дней закрылся школьный сортир, его закрыл суд, потому что суд признал, это совсем недалеко от Москвы, от Питера, суд признал, что сортирная дырка стала аварийной, там вот выдержки. Возможен подлом общего помоста под учащимися и разрушение очкового возвышения. А Мотыгинский драмтеатр вот прямо со сцены артисты обратились со слезами к зрителям материально помочь в организации санузла. Это вроде бы все пустяки, но вот знаешь, как специалист... Слушайте, ну Приморье без тепла и электричества сколько? Шесть дней? Да, 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 да. А по признанию министра здравоохранения, вот сейчас России для того, чтобы хотя бы начать бороться с ковидом, не хватает 2700 скорых. Это значит, что на самом деле не хватает 5000, как минимум. И вот специалист по маленькой язвочке, которую не заметит другой человек, он понимает, что это обозначает. Он понимает, что это симптомы уже разложения, это уже некроз. Плюс, конечно, вот эти эксперименты в Карабахе, они очень вдохновили турок. Потому что вот, например, есть прекрасные искандеры, гордость русского ВПК. Они великолепно вдохновляют писателя Проханова на пафосные тексты. Их изображение смотрится на огромных сиськах патриотических актрис, они очень их украшают. И выяснилось, что у этих искандеров есть только один недостаток. В том же самом Карабахе, мимо цели, они мажут примерно на 6 километров. При этом они позиционируются как высокоточное оружие. Турки, конечно, при этом не могут не хихикать в свои турецкие усы и не задаваться себе вопросом, что если это высокоточное, то как будет вести себя невысокоточное. Надеяться на то, что патриоты Эрдогана срежут ковидик или инсультик, конечно, можно. И что из этого состояния он уже выйдет, ну, скажем так, убежденным пляжником. Поймет, что лучшая роль для Турции остаться всемирным аниматором, донором спермы и не лезть больше никуда. Но мы уже знаем. Это называется всемирная здравница. Да, совершенно верно. Но, к сожалению, мы знаем, что ковид вечно лупит не туда. Потом надо быть идиотами, чтобы предполагать, что никто не замечает, например, нюансов дела Шамсудинова. Сейчас опубликованы, преданы абсолютной гласности причины, по которой мальчишка начал стрелять. Его лицом пытались отдраивать унитаз. Вот доведенный до белого коленя безделием военной части, абсолютной праздностью и тупостью, офицер считал, что нужно полировать унитазы до зеркального блеска. А зеркальное это что такое? Это чтобы отражение было видно. Шамсудинов честно мыл эти горшки, но отражения своего офицер не видел. И тогда он объяснил, что он будет делать это его лицом. И тут же другие защитники отечества, поменьше званиями, подтянулись и тоже приняли участие в этой же травме. То есть мы видим, что на самом деле это тоже примета разложения, что в здоровой армии такого быть не может, а здесь это на каждом шагу. И что в боевых условиях, в любых боевых, ну начнется то, что очень любят делать в армии, потому что ведь если есть конфликт, то всегда можно пристрелить сослуживца, пользуясь условиями фронта. И никто никогда не смотрит, откуда какая пуля прилетает. Действительно, если что-то будет происходить, то Россия рискует получить очень большой вагины от Турции. И это более чем реально, это будет непереживаемой болью. Вот это будет действительно трагедией режима, который свою основную ставку сделал на свою страшность, на самодовольность, на бахвальство. Я думаю, что... Ну а что можно еще делать? На что делать ставку? На дипломатию? Ну, дипломатию... С этим как-то у нас в последнее время не очень, мне кажется. У нас, да, у нас очень не очень. Продолжение следует...